Здравствуйте! Начинаем очередное занятие. У нас сегодня тема – социальные изменения. В прошлый раз мы рассматривали социальное становление. И рассматривали его по существу два раза. Один раз, так сказать, становление как таковое, а второй раз ее применение, эту категорию применения к социальной жизни. А теперь нам предстоит разобраться еще с одной формой движения, а именно с изменением. Я одновременно хочу вам сообщить, чем вы можете пользоваться. Пользоваться можете в любой литературе, в том числе той литературе, которая указана в программе, которую я вам передал. Теперь, значит, наиболее близко к тому, как я читаю, это «Социальная диалектика». Книга, которая висит на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». «Социальная диалектика». И вторая книга, которая, она в другом ракурсе составлена, потому что она представляет собой специальный курс для историков по философии истории, лекции по философии истории. Ну и понятное дело, что и в том, и в другом случае диалектический аппарат или аппарат диалектических категорий тот же самый, и поэтому, когда вы берете разные книжки и с разных сторон смотрите, то это позволяет, так сказать, легче это усвоить и понять. Кроме того, на днях вышла книга вот такая, называется «Диалектика. Путь к истине». Значит, авторы Дмитрий Гоблин-Паучков и я, Михаил Попов. Значит, книга, и эта подготовлена по результатам разведопросов на тупичке Гоблина на опер.ру. И там же можно посмотреть соответствующие разведопросы. А в начале этой книги говорится, что вот здесь имеется пять бесед о философии, введении в науку логики, о выведении категории в логике, о диалектике революционной России, о диалектике перехода коммунизма в капитализм, о науке логики как системе, единстве борьбы противоположностей в современной России. А ответы на вопрос читателей вы можете скачать, и ссылка указывается в книге, по которой можно скачать. Книжка эта сейчас еще имеется в продаже в буквоеде. Не во всех, но в каждом буквоеде можно посмотреть, в каком буквоеде есть. Там у них есть вот на экране. Вот, и ее можно заказать либо на сайте питер.ком, издательство Питер, это издательство Питер, а также в Азоне, вот, и на других ресурсах. Пожалуйста, можно тоже использовать для подготовки. Ну вот, а сегодня мы должны с вами изучить, что такое изменение, ну и посмотрим, как это у нас получится, потому что сейчас вот очень удобный для нас случай, когда я буду вам задавать вопросы, вы будете отвечать, и в зависимости от этого мы пойдем дальше. Вот скажите, пожалуйста, вот вы равна самой себе? Да. Второй вопрос. Вы не равны самой себе? Не равны. Тоже да, правильный ответ. То есть два правильных ответа на вопросы противоположные, правильно? Потому что в одном случае равенство, во втором случае неравенство. То есть вы А равны самой себе и Б не равны самой себе. Вот вы очень удачные дали ответы, и редко кто на это так отвечает, потому что если вы бы ответили так, что я не равна самой себе, что бы это означало? Это означало, что, ну, я с вами сейчас разговариваю, а тот, кто оформил свои документы на студента соответствующего курса, это уже другой человек, его уже нет. А тогда вы эти вот документы, ну, как бы несоответствующим образом употребляете. Они не ваши, поэтому я бы вас попросил сюда их вот сдать. Я их сдам в деканат, а вы идите и новые документы получаете, если вы неравны, правильно? Логично. Вот, теперь, если вы только неравны самой себе, то да, вас вообще нет, правда? Вы все время неравны, только я к вам обращусь, а вы уже не такая, опять не такая, и где? Если вы только неравны, то, собственно говоря, неравенство есть, а равенства вообще нет, и вас вообще нет, как таковой. Ну, вот, это характерно для диалектики. В диалектике, в отличие от формальной логики, совмещаются два противоположных утверждения. Именно два противоположных утверждения, потому что одно из них, значит, о равенстве, другое, в данном случае, о неравенстве. А в целом что получается? Что вы равны и неравны самой себе одновременно. Вот это равенство и неравенство одновременно и означает изменение. Как вы еще иначе можете описать тот факт или выразить тот факт, что вы изменяетесь? Никак. Вот, потому что если вы изменяетесь, значит, вы с одной стороны. Раз вы изменяетесь, я ударение делаю на вы, то вы равны самой себе. А раз вы изменяетесь, я делаю ударение на втором слове, значит, вы неравны самой себе. И только так и может быть. Это какая категория? Частная или всеобщая? Это к вам относится, ко мне относится, к Иванову, к лампе, к потолку, к дому. Есть что-нибудь, чтобы равно, было только равно самой себе? Ну, подумайте. В мире есть что-нибудь такое, что только равно самому себе? Ну, про самые такие прочные и твердые, мы знаем про камни еще со школы, что они выветриваются, да? Да. Дует ветер, так сказать, падают капли дождя, они попадают в мелкие трещинки, зимой это замерзает, эти трещинки расширяются. И мы увидим, так сказать, самые интересные, такие причудливые изменения в этих скалах. Иногда кажется, что это сделал человек, но, как вы понимаете, а сделал это природа, но природа никогда не сделает, вот как у нас сейчас. здесь вот квадратные или прямоугольные аудитории, и в этом смысле они все почти одинаковые, но вы же прекрасно понимаете, что эти столы не вечны. Хотя их уже сделали подвечные, то есть, вот смотрите, что сделали. Сделали металлическое основание, очень прочное, это очень долго может держаться. Вот здесь металлические, значит, болты. Болтами прикручена крышка. Это позволит эту крышку снять и заменить на другую, если к тому времени будут такие крышки. И крышки сделаны такие, что они как бы вандалоустойчивы. Если раньше писали на крышках, чего только не писали, и очень интересно было читать, то сейчас уже скучно стало. Ну, пишут, но не очень. То есть, прекрасно понимаете, что это все, это вот не было, это появилось здесь, и это исчезнет, и регулярно меняют мебель, это предполагается. Ну, вот смотрим мы с вами наверх. Это лампы. Это какие лампы? Есть вот вольфрамовые лампы, да? Обычные лампочки, которые можно назвать деньгозберегающими. Самые дешевые лампочки, которые купили там за 3-5 рублей, и они горят. Они раньше еще были более деньгозберегающими, но после реформы 1965 года, когда целью наших предприятий стало объем реализации продукции, повышение его прибыль, рентабельность, то было введено нововведение, сократили вольфрамовую нить, изобретатель один предложил, и это сразу привело к тому, что они стали быстро перегорать. А чем быстрее перегорают они, тем быстрее вы идете в магазин и покупаете новый. Потому что если вот хороший какой-нибудь мастер сделал вам что-нибудь хорошее, то вы к нему больше не придете, потому что он сделал что-нибудь вечное. А какой-нибудь халтурщик сделал тяп-ляп, и значит вам приходится снова идти с этим же самым. Ну вот, вот такое изменение произошло, они стали быстро выходить из строя. Вот эти лампы, они тоже довольно старые, потому что эти лампы такие на предприятиях у нас, тут нет вольфрамовой нити. Что здесь светится, не знаете? Не могу. Не знаете. Дело в том, что может быть ваше внимание к этому не привлечено, а вот скажем мое внимание привлечено к этому по одной простой причине. Вы ходили вот в главное здание нашего университета, обращали внимание там, вот прямо там, где здание 12 коллег, коллеги напротив, желтое здание, обтянуто сейчас зеленью. Это что было? Это здание было Института физики, на Украинском институте физики. Когда оттуда съехал Институт физики и начали там ремонт, вскрыли полы и там обнаружили лужи, ртути, ртути. А, следовательно, ртуть, она испаряется. А это ядовитое, это металл, во-первых. Для этого пары металл, поэтому, попадая в организм человека, они наносят очень большой вред. После этого, так сказать, это не трогают, это помещение, хотя бы надо было его в конце концов отремонтировать, но и убрать там, ну, поубирали, конечно, эту ртуть. Но, в связи со строительством комплекса в Петергофе, там теперь Институт физики, там Институт химии, туда уехал физфак, туда уехал химфак, туда уехал матмех, так, как бы это помещение непосредственно не нужно, и все кругом красиво, хорошо, а это вот все в таком вот состоянии, в котором особо хорошо видно, что оно не вечно под Луной, и несмотря на то, что это здание, сооружение, прочное, оно совершенно однозначно изменяется. А в какую сторону? В худшую. В связи с этим, вы, наверное, слышите, постоянно эти вопли идут, мы хотим перемен. Хотите таких перемен, что у вас будет, деньги у вас заберут, значит, выгонят вас из этого, из университета, это же перемены будут? Перемены, правильно? То есть, вот такой абстрактный постановок вопроса, мы хотим перемен, которые соответствовали, так сказать, некоторые лозунги Горбачева, перестройка. Что такое перестройка? Вот, допустим, можно перестроить Кремль. У нас был деревянный Кремль в Москве, а стал каменный. Это хорошо. А если перестроить снова каменный, вернуть ему историческую, так сказать, картину, исторический вид, это не очень здорово. Теперь, вы знаете, у нас выставочный центр, он находится на Исаакиевской площади. Там был кони, люди из конюшни. Это же что было? Это царские конюшни были. Конюшни перестроили в выставочный центр. А хорошо? А если мы центр выставочный перестроим в конюшни? Будет плохо. Поэтому, ходил Горбачев, спросил, вы за перестройку? Ну, нельзя быть просто за перестройку, значит, перестройка – это изменение. А нельзя быть просто за изменение. Во-первых, и так все меняется. Вот вы смотрите на меня, в это время дышите. Так, и для вас не секрет, что, так сказать, и во мне, и у вас, так сказать, течет кровь, и венозная, и артериальная. И не бывает такого момента, пока мы живы, чтобы что-то остановилось. Поэтому изменения идут все время, постоянно. То есть, вообще, при наличии изменений. Только абсолютно безграмотные люди в философии, абсолютно безграмотные, могут требовать каких-нибудь изменений. Потому что изменения идут все время. Вот вы моргаете. Попробуйте не моргать. Что будет? Глаза слезятся. Вот, слезится. То есть, они будут высыхать, а слезятся ваши глаза будут. Это уже реакция вашего организма на то, чтобы, на то, что скажет, это какой-то придурочный, придумал, так сказать, чтобы вы не моргали. Они уже не надеются на сознание человека. А вот реакция, такая, не проходящая через сознание. у вас слезы польются и сохранят ваши глаза. Или, ну вот, вы сейчас дышите, так? Это же все время изменения. То вы вдохнули, то вы выдохнули. То есть, доказывать человеку, который является живым, который находится в постоянном движении и изменении, что давайте перемены, так мы все время находимся в состоянии перемен. есть какой-нибудь покой вообще на Земле? На Земле, в Солнечной системе, в мире. Вот мы с вами сидим. Вроде мы как с вами сидим в тихо, спокойной аудитории. Вот трое нас тут сейчас, да? Ну, мы же как на хорусели с вами, Земля же вращается, у вас голова не кружится, нет? А еще вместе с Землей мы с вами двигаемся вокруг Солнца. Ну, Солнце же не стоит на месте тоже, да? То есть внутри галактики тоже совершается движение, и галактика тоже движется. То есть у нас сильно заболеет голова, если мы так только подумаем о том, как у нас все перемещается. То есть понятие покоя сугубо относительно временное, то есть вот вы по отношению ко мне покоитесь там, но это тоже неполный покой, как вы понимаете, при том, что вы дышите и у вас, как живой человек, все время идет процессы в организме биологические, химические в том числе, и физические, правильно? Энцефалограмму можно снять? Это что значит? Энцефалограмму, если мы снимаем, это что мы определяем? Мы определяем электрические импульсы, которые вырабатываются у вас, так сказать, в организме, так? Ну, то есть физический процесс что происходит? Потом, если вы вот киваете головой или машете рукой, это что такое? Это механический процесс, тоже движение. Все находится в беспрерывном движении, то есть можно было бы сказать так, что не так ставить, а почему это движется? Почему вдруг что-то рассматривается, кажется, неподвижным? Вот это вот удивительно. Потому что вы прекрасно знаете, что по устройству на любого предмета он состоит из молекул, а молекулы состоят из атома. Атом имеет ядро, в котором есть протоны и нейтроны, и вокруг этого ядра с большой скоростью двигаются электроны. Так сколько вот на вас, я смотрю, сколько у вас там электронов? Это страшно. И все двигаются. Шмар. То есть это же на самом деле это так и есть ведь. Это мы с вами не придумываем, а мы сейчас просто вспоминаем, что на самом деле есть. Это касается и вот этого стола, который кажется таким твердым и спокойным. Твердо и спокойнее. Там же идет движение. А что такое температура? Вот стала температура выше. То есть у нас вот сейчас плюс. Это что означает? С точки зрения физической. Да, скорость движения молекул повысилась. Вот и все. То есть они до этого двигали. А если мы рассуждаем о полном покое, это значит это минус 273 градуса по Цельсию и как-то не старались люди как-то до этого довести, но еще никому не удалось довести. То есть при приближении к этому вот абсолютному нулю возникают такие сложности создать такую низкую температуру, чтобы движение как бы остановить, что это невозможно сделать. То есть двигаться-то можно еще, но каждый раз вы всегда можете любой отрезок поделить пополам, оставшийся отрезок снова пополам и все ближе, ближе. И сколько вы так можете? Бесконечно. То есть если мы на этой теме начнем размышлять о движении, об изменении, то мы, конечно, ничего не изменяющегося не найдем. А изменение состоит в том, чтобы быть равным самому себе и быть неравным самому себе одновременно. Любой предмет, который изменяется, он значит равен и неравен самому себе. Вот для таких движений, противоположных движений существует понятие момента, мы уже с ним сталкивались. Когда мы рассматривали становление, там в становлении есть два момента. какие? Моменты. Не помните. Вот возникновение и прихождение, помните? Что такое возникновение? Не было и стало. А прихождение было и не стало. Так в чем состоит становление в борьбе противоположных тенденций возникновения и прихождения? Правильно? Раз возникновение и прихождение борются, и они находятся в единстве, они не какие-то части, так? Они моменты. Потому что, вот скажем, если бы говорить о человеке, о живом, и говорить, можно ли, скажем, рассматривая живого человека, говорить о частях тела? Я понимаю, там есть анатомический театр, там именно о частях можно говорить. Но вот если мы говорим о живом человеке, вот о вас, у вас рука где вот начинается и где завершается, можете показать? Ну вот тут понятно, да, с кончиков идет, и где она заканчивается, где ваша рука заканчивается? Здесь, думаете? А у вас живая рука? Да. А живая то она с кровью, то она с кровью не заканчивается. То есть эта живая рука, она должна заходить, снабжаться кровью, и поэтому никак вы не можете ее закончить, не дойдя до сердца. Правильно? Ну, а сердце, оно же перекачивает кровь для всего организма. И с одной стороны, оно венозную кровь забирает и отправляет ее к легким, чтобы легкие снабдили ее кислородом, а с другой стороны, снабженную кислородом кровь артериальную направляет куда? к вам в руку. Из вашей руки забирается кровь, которая несет с собой продукты распада клеточного, да, блекислый газ, а кислород и продукты питания к вашим клеткам. Клетки тоже находятся в движении вашей, или клетки у вас бездвижные? То есть очень, так сказать, высокая, то есть вы можете сколько угодно сидеть неподвижно, вот так сидеть, не свелиться и стараться вообще не моргать, но не дышать вы не сможете. Ни один человек за всю историю человечества не покончил жизнь самоубийством, потому что он решил не дышать. Почему? Потому что вот так устроен уже человеческий организм, что если вы решите не дышать, ну хорошо, но вы не будете одну минуту, вторую, а потом ваш организм скажет что-то с головой уходяки инстинктивно вы вдохнете. То есть невозможно это удирать, никто не может силы и воли, вы можете остановить на время, пожалуйста, вы сейчас остановитесь, сказать, пожалуйста, не дышу, но это будет недолго. И вы знаете, что поэтому есть рекорды при погружении в воду, они все исчисляются минутами, малыми причем, 10 минут такого нету, малыми минутами, то есть вот это надо тоже осознать, уж если мы с вами не просто рассуждаем о чем-то, а решили в глубину заглянуть и посмотреть с философских позиций, так мы должны однозначно сказать, что все находится в процессе изменения, поэтому всякого рода песенки насчет того, что мы хотим перемен, они просто глупые. Перемены хотите вы хотите, хотите вы не хотите, если просто перемены, они все время идут, а вот каких вы хотите перемен, вот скажем, есть прекрасная статуя, она находится в Эрмитаже, в Венере-Милоске, вы хотите перемен, ну хорошо, кепочку сюда, и сюда папиросочку, это будет перемена? То есть, а прекрасное, оно же неповторимо, то есть есть такой вот идеальный образ, что если вы отойдете от этого образа, то это уже будет. не великое произведение, а это будет халтура. Поэтому как можно вот требовать изменения, вот скажем, прекрасной картины или музыкальные произведения. Есть всякие люди, которые переделками заниматься, берут великое произведение, и говорят, мы его обрабатываем, и значит, вы уже видите эти же мелодии, от которых остаются рожки да ножки. Это что такое? Это означает, что есть вот такая точка красоты великая, отойдя от совершенства. Понятие изменений ведь не противоположно совершенству. Вот это совершенство, ну так пускай изменяются другие, как говорится, люди, которые творят и делают картины, пусть они стремятся к этому совершенству, но не обязательно такую же картину они рисуют. Они рисуют свою, но они, видя этот идеал, к нему стремятся, к такому идеалу, который может быть в этой области единственный в своем роде. Поэтому понятно, что если руки, ноги человеку оторвать, это будет перемен? Несомненно, правильно? Причем вот сейчас очень интересные надписи будут, выходишь из какого-то учреждения, особенно из медицинского, очень смешно, и там написано «Осторожно, гололед!» Лучше бы вместо этого песочек там бы написали. У нас два человека с кафедры, один вышел из дома в этом году, только в начале зимы, и сломал шейку бедра, прямо вот у подъезда. А второй, бывший заведующий, Пегров Константин Семенович, вышел на мостик через канал Грибайда, он там живет, только он, даже из дома и вышел немножко чуть-чуть прогуляться. Не взял телефон, ничего, раз, и сломал себе ногу. Не посыпай же песком. Я в свое время, когда у меня отец сломал ногу так же зимой, это было очень давно, я еще был мальчишкой, я пришел в больницу в 20-летие октября. И там огромный такой зал, такая палата, ну, человек, наверное, там под 80, наверное, лежит. И все вот эти люди, вот так вот, нога у них каждая, и нога через блок, и грузил, а сюда ввернут в пятку, ввернут крючок. И вот, значит, это все на растяжке. Так лучше нога зарастать. Ну, вот, когда видишь это, но, когда видишь, там один упал, второй упал, а когда вот приходишь в другую, видишь, вот они, собрались тут вся компания. А что это значит? Это означает лакотно, что вместо того, чтобы чистить там, где положено, вот, можно было и дальше бы в этом направлении рассуждать. В советское время в каждом доме была отдельная квартира, служебная, и дворники находились в этой квартире. задача дворников была встать до шести часов утра, из шести часов утра убрать снег и так далее. Чтобы убрать утром снег, когда никто на него не наступал, ну, недолго требуется, немного времени. Почему? Потому что насыпался снег, его любой метлой можно было разогнать. Сейчас, ну, наверное, вы себе представляете, что у нас домов очень много, и если в каждом доме была квартира, эти все квартиры приватизированы. Кто-то их приватизировал, но много. Каждая приватизированная квартира это несколько миллионов. Много-много миллионов ушли от трудящихся, от жителей. И теперь, поскольку дворников-то нужно содержать и держать, тем более прислали этих кастарбайтеров сейчас, где они живут? Где-то они живут. Вот они приедут, а люди уже, во-первых, они идут на работу по этому снегу, они на этот снег наступают, они, между прочим, падают, потом они раскрыт, потом люди скользят и так далее. И прочистить это дело представляет собой совершенно сложность. Потому что это, ну, вот уже это лед и прочее. А не просто надо сместить этот самый снежок. Точно так же, скажем, и вот есть техника, которая постоянно убирает эти хапы, которые я в этом году видел только один хап. То есть они идут вдоль дороги. Сначала идут там пять или шесть или семь машин, все сгревает сразу весь снег. После большого снегопада. Не в куче сгребают, чтобы потом они из этой кучи, если вы видели, строительная техника у нас закуплена, начиная с времен Валентина Ивановна Матвенко, строительная, а вовсе не снегоуборочная. И вот она, значит, эти забирается, куда-то ссыпает, перегораживает улицы, машины останавливаются, а эти вот шли, и за ним один грузовик, и второй дополнительный, как только первый загружен, следующий и так далее. И это было круглосуточно, и постоянно. Они шли, и шли, и шли, и шли. Сейчас это авральная такая работа, где сказать, вот, выяснилось, что с зимой идет снег. И вот поскольку это выяснилось, то, значит, нужно срочно принимать меры, аврал, и так далее. Вот, если вы заметили, последние годы стали меньше сыпать соли, потому что соли, это просто страшно, это бич был и для обуви, и для дыхания, потому что это соль, она же поднимается, значит, пыль соляная, и в-третьих, это для автомобилей, потому что все днища, они, там и не просто идет коррозия, а коррозия с электротоками. Вы, наверное, знаете, что соленая вода, она электричество проводит, а не соленая вода электричество не проводит, поэтому одно дело коррозия идет, потому что водичка, а другое дело, если там соль, то в соленом растворе там идет как в батарейке такая ситуация, идет быстрое разрушение всего и всякой техники. Все, так сказать, попытки все-таки сделать ну так, как делают в соседней Финляндии, в которой такой же точно климат, там никто никаких соли и песок там не сыпет, там сыпет гранитную крошку, но перед этим тщательно убирает, снег пока он еще чистый, тщательно убирает и посыпает крошкой и все, там где на повороте, а там где поворота нет, вы на сухом асфальте едете, а если у вас мокрый асфальт, так на нем уже скользко, раз мокрый асфальт, то есть мы вот начали рассматривать движение и все время наблюдаем, что вот о чем мы не говорим, это все время движение, движение, изменение, и на этом фоне призывы к тому, что давайте что-то переменим, просто переменимы, они выглядят просто идиотическими, потому что нет такого, чтобы само не менялось, нет того, чтобы не изменялось, и ни одного примера, если мы даже с вами будем долго думать и поставим себе задачу найти пример того, чтобы не изменялось, мы эту задачу решить не сможем, правильно? Уж какая большая Земля, она же вращается, а между прочим в Земле, если мы знаем, и это мы знаем, потому что магма, которые под корой Земли находятся, это расплавленные там все вещества и металлы в том числе, там, они, там, где вулканы, они в этих местах в виде магмы выливаются, и идет, так сказать, пепел оттуда, но это же все остается, это идет, это бушует, как в этих условиях можно говорить о какой-то там неподвижности, и прекрасно мы должны понимать, что это относительная неподвижность, бывает землетрясения и в Ленинграде, были же, не говоря уже о том, что у нас бывает наводнение, мы хотим перемен, хотите вот перемен такие, что сейчас будет вода стоять, то есть перемены, а чтобы этих перемен не было, значит, у нас теперь есть затворы, мы можем перекрыть поступление воды из Финского залива в Неву, потому что получается Нева движется, из Финского залива, скажем, волна идет, волна идет воды в связи с приливом, в том числе, или в связи с ветром очень сильным, которые на гонную волну идут, и вот они встречаются и начинается подъем. Сейчас эта задача технически решена, но там есть соответствующие, закрываются затворы, и сделан туннель под морским каналом, а с той части, которая ближе к Сестрорезку, там мост соответствующий, и вот дамба, которую долго строили и в конце концов построили, эту проблему решает. Таким образом, теперь все то, что мы с вами знаем, то есть любое нечто, оно и равно самому себе, и не равно самому себе одновременно. Как теперь это вот на философском языке называть? Это два момента, почему моменты? Они неразделимы, нет отдельно, вот у вас нет такого, что было бы постоянно, но вот такая часть, знаете, как вот есть ось и на ней колесо, вот эта ось как бы неподвижная, а колесо как бы крутится. У вас есть что-нибудь такое? Да. Есть у вас, да? Что у вас такое есть постоянное? У меня есть колесо дыхомяка. Что? Колесо дыхомяка. Вот оно есть, пока он бегает и крутит ось. Ну и что там постоянного? Ну ось. Постоянная, колесо крутится. Какая же она, она же крутится у вас. Она не крутится. Ось. Не крутится, да? Нет. А, колесо на оси. Да. Она постоянная. Ну то, что она изменяется, то вы понимаете, она, она-то, она вращается, она вращается вместе с землей, нет, вместе с вас? Я думаю, что да. А вместе с движением земли вокруг солнца тоже? Помнишь. Ну, слава богу. Вот. Но, если мы берем отдельный предмет, в данном случае это колесо, или вы себя возьмете. У вас есть такая часть, которая неподвижна, а другие части только подвижны, а эта только неподвижна. Такого нет. Почему? Название берется не часть, не элементы, а моменты. Вообще надо сказать, что это редкое слово употребление, для людей, которые не изучают философию, не изучали философию. А на самом деле, а в жизни как раз бывают моменты. Вот в вашей душе боролись противоположные моменты. Вот вы уже опаздывали, прийти, не прийти, не прийти, 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 не прийти, не прийти. Не знаю. Я человек со стороны, я так наблюдаю. И вот я вижу, что вы наконец пришли. Я вижу, что человек, значит, в нем победило то, что положительное, он пришел. И человек ожидает, что я на него накинусь, скажет, вот вы пришли поздно. А я вас, значит, поздравляю с тем, что в этой борьбе победила, что стремление на лекцию, к знаниям, оно победило. Это же здорово. Ну, вам-то это без борьбы далось. Так, беспокойно. А вот где была борьба, вот где героизм. Правильно? Моменты. Теперь остается назвать название. Название выдумать нельзя. Вывести нельзя. Точно так же, как вот вы свое имя можете вывести. Невозможно вывести. Ивайос вы имеете вывести. Вообще имена вывести невозможно. Это потому что знак. А знак, он не выражает содержание, а просто обозначает. Вот так вот решили и все. Родители ваши. И ничего не поделаешь себе. Нравится, можете поменять. Но это будет другой знак. Кстати, наш дорогой, видимо, наш соцстрах, он, видимо, изучал вот этот вопрос об изменениях, и он все предусмотрел. У вас есть страховое свидетельство? Не читали наобороте, что написано, нет? Наобороте там написано очень интересное. Вы посмотрите. Правда, я уже видел новый вариант, там такого нету. Вот интересно, что у вас написано наобороте? Не там, где вот основная часть, а вот там, где вам, как говорится, напоминают памятник. Наобороте подлежит обмену? Есть? Подлежит обмену в случае изменения фамилии. Вот у нас по очереди. В случае чего? Изменения чего? Фамилии. Фамилии. Отчества. Имени, отчества. Ну хорошо, вышли замуж, поменяли фамилию, это понятно. Так, имени. Так, здорово. Это уже реже. Отчество. Как это вы интересно поменяли? Если папа поменял. Тоже не проблема. Отчество. Дальше пошли. Дата рождения. О как. Ну действительно, по-моему, это чем вот думать, как омолаживаться, раз, и дату передвинул, и все, и снова 15 лет. Так можно? Ну выяснилось, что... Вот же, написано. Так, даты, место рождения. Где вы там? Савропольский край? Хорошо, будете с Урала, будете девушкой. Так, но это еще не все. И полы. И полы застрахованные лица. Это я, например, понимаю так. Вот есть. Мужики подумали, подумали. Значит, женщины со скольки лет уходят на пенсию? 55. О, а мужчины? 60. Вот мужчина. Где-то ему уже под 55. Он так, раз, меняет пол. И с 55 идет на пенсию. Как женщина. Ну же, женщина уже. Регистрирует, все, сейчас это. Записывает. И идет на пенсию. Красота. Вот как все подумали. Вот люди думали о движении. Они все, там все в движении. И место рождения ваше, и все. И фамилия, и имя, и отчество, и дата, и место рождения. Все, пожалуйста, и пол. Все, все находится в постоянном движении. Красота. Вот эти не додумались, которые, однополые браки. Ну, вы женитесь, а потом один может поменять брак. Пол. И будет однополый брак. Так кто-то делал. Что такое? А уже не засчитают. Они будут додумались, а потом их пол. Да. Наоборот, не зачастливать пол, потом не засчитают. Ну, чтобы мужчина был как. Ну, да, женщина была. Ну, во всяком случае, вот система страхования социального полностью к этому готова. Да, абсолютно. Она считает, что все находится в состоянии постоянного непрерывного движения. Но вот нам надо запомнить, что это моменты, что противоположные движения в одном движении, это моменты, не части. Вы никак не можете разрезать на части себя и сказать, эта часть у меня постоянная, эта часть переменная. Все части, они одновременно находятся в движении. Все. И все и равны своему себе, и рука вашей равна своему себе, и не равна, и голова, и глаза, и так далее. Это все абсолютно находится одновременно. И в состоянии равенства с собой, и неравенства с собой. Поэтому, когда начинают говорить о частях и элементах, это, так сказать, такая трупная картина, изображение чего-то живого. Потому что Энгельс прямо описал части лишь у трупа. То есть это тоже так. Есть наши коллеги, медицинские, студенты медицинского вуза, у них практика есть, они и трупы эти режут. И вот вы хотели, если вы пойдете, не дай бог, в больницу, и вам нужно будет делать операцию. Вы бы предпочитали, чтобы пришел человек, который ни разу не резал никаких трупов, прямо с вас вот начал. Вы первые. Или чтобы он, может быть, 20 трупов уже порезал, а не будет так, что он разрезал, слушай, а где тут селезенка? А тот говорит, да нет, она не там, она вот там. Давай здесь разрежем, и сюда будем искать. То есть нам бы не хотелось, то есть медики там в неподвижном виде изучают, где какие органы, какие кости, какие части там, действительно части. И когда речь идет о неживом, а если о живом идет речь, какие части, здесь все только моменты одного целого. Моменты целого. Кстати, хочу вас спросить, как женщин, движение организма человеческого идет от части к целому или от целого к целому? В утробе матери. От целого к целому. От целого к целому. А некоторые думают, что от части идет, сказать, нога, а потом печенка появляется, а потом селезенка, а потом рука. От целого к целого идет. И вообще всякое развитие идет от целого к целому, а не от части к целому. От части к целому никогда не идет. Вот вы будете писать диплом. Только не делайте так, как вот вы, вы же сказали, как развивается организм, так же должен быть и дипломная работа. Вот вы сейчас пишете дипломную работу? Нет. Научите вас быстро писать? Да. Очень просто. Тему придумали? Вот тему придумать, это будет целое. Целое. Это вы уже пишете. Целое. Ну, так делают все писатели, все ученые и так далее. Я вам могу сказать, у меня, скажем, где-то опубликовано порядка 340 работ. с чего начинается работа? Вот если вы придумали замысел, есть у вас какой-то? Замысел – это же почти ничто. Но он есть? Есть. Раз, значит, базие. Вот это, значит, он целое. А вы говорите, у меня ничего нет, у меня только название. Так название – это все. Почему? Потому что начало – это что такое? Неразвитый результат. То есть вы начали же вот это. Поэтому тему вы должны выбирать. Не исходя из того, что вы вначале будете писать, а из того, что хотите получить. Вот то, что вы хотите получить, вы пишете как тему. А в начале этот ваш труд выглядит как название этой темы. И все. Но это целое. И надо это понимать, что если вы хорошую выбрали тему, какую надо выбирать тему? Тему надо выбирать. Не такую, которая нужна и полезна в обществу. Хотя это тоже желательно. Которая изучена. Которая вам нравится. Потому что жить с нелюбимым человеком противно. А тем более, если вы будете писать диплом на тему, которая вам противна. Потому что сказать, у меня ничего не пишется. А как вы это писаете? Вы с отвращением смотрите на эту бумажку. Поэтому люди думают, ну, подумаешь, мы обсуждаем. Так вот возьмите вы там дуб. Из чего? Желудь – это дуб? Дуб или не дуб? Дуб. Ну, это дуб. Опять целое. Дуб. Изначальное, как в начале движения. А росток этого дуба – это тоже дуб. А вот это развесистый, которое 300 лет уже простояло. Сейчас пойдете в Сестроревск, там, в парк дубки. Там есть вот такие дубы, которые, ну, три человека нужно, чтобы обхватить этот самый дуб. Это тоже дуб. Но это он, это все идет движение одного и того же, с изменением. Поэтому, если вы хотите написать хороший диплом, вы должны придумать хорошую тему, а дальше потом, вот у вас какие там этапы развития будут. Ну, хочу вам сказать, что диплом – это всегда что? Введение – это будет у вас? Будет. Потом. Введение – когда пишется? В начале или в конце? В начале. Да какое в начале? В начале стоять будет. Не надо на нем останавливаться, не надо думать на тему вашего введения. Когда вы напишите, потом вы вводить будете вот в это понимание свое, и тогда напишите в конце. Поэтому поставьте там введение и не касайтесь его. Дальше что у вас будет там? Ну, если диссертанция, кандидатская – это две главы. В одной главе вы доходите, так сказать, как бы до уровня понимания того, что сейчас есть в литературе на эту тему, а уже во второй главе вы даете свое, какую-то разработку. Да? Потому что если у вас нет новизны в вашей работе, выкинете свою работу. Не может защищаться работа, которой нет новизны. Вот, скажем, мне приходится быть многократно всяко в экспертных советах. Первое, что мы рассматриваем, есть новизна или нет. Нет новизны. Все. Есть разговор. Или не соответствуйте направлению, по которому вы собираетесь защищаться. Если у вас направление одно, а вы пишите другое, вы хотели селезки, вам принесли компот. И то хорошее, и это хорошее, но только не надо одно вместо другого. Всего, значит, даже в диссертации две главы. Ну, ваш диплом, ну, даже он может две главы содержать, но, скорее всего, нет там глав, просто некоторое разделение на части. Сколько этих частей? Ну, три, ну, четыре, или две. Вот две, тоже так же, может быть, две части в вашей дипломной работе. Части надо назвать, чтобы видеть, какое идет движение. А когда вы на этом остановились, после этого надо что сделать? Каждую часть развернуть, и при этом опять не стремиться, много, чтобы было. Ну, сколько там? Ну, две подчасти там, максимум три. а если у вас уже какие-то параграфы, то сколько надо частей там в этих параграфах? Ну, подумайте сами, значит, если вы пишете какой-то кусок, параграф, то, значит, от точки, от которой вы пошли, к которой пришли, это две точки. Это вы сначала начинаете, идете к середине, а от середины к концу еще две точки. Четыре, ну, три точки на развитие этой темы, надо? Четыре плюс три, семь. Семь пунктов. Семь пунктов напишите. Семь пунктов. Не надо никаких еще текста никакого. Все. А потом остается что делать? Писать нет. Надо теперь вот на каждый пункт, вот у вас уже все есть, вы же представляете все устройство. Что сначала, что потом все пункты уже есть. Но пункты можно по-разному написать. Туда, или туда, или так, или так, значит, поэтому каждый пункт надо еще в каждом пункте терять тезис. Это дальше продолжаем план. Тезисный план. Тезисный план. А что такое тезис? Ключевые мысли. А? Ключевые мысли. Это мысли, выраженные наиболее кратко. Поэтому задача при написании тезисного плана это самое краткое выражение вот этих мыслей. А вот когда вы это, вот это можно обсуждать с научным руководителем. Мысль. Потому что если какая-то неверная мысль, зачем вы ее собираетесь разворачивать? Лучше ее сворачивать и заменять. То есть вот вам мысли, и вот вы эти самые мысли, когда вы затвердили для себя и вместе с научным руководителем, ну вот дальше уже. Я, например, на этой стадии уже не смотрю, как вы будете писать. Какая разница? У вас свой стиль, а у меня свой. Я что, буду требовать, чтобы вы моим стилем писали? А вы будете стараться чужим стилем писать? У нас есть какой-то, как вы привыкли. И пишите себе. Но вы будете разворачивать свой тезис. Тезис вы можете бесконечно разворачивать каждый. С чего надо начинать? Какой тезис? Первый, второй, третий или нет? Зачем? У вас уже вся структура есть. С чего надо начинать? С легкого или с тяжелого? Тяжелого, с трудного или с легкого? С тяжелого. Зачем? Надо начать с легкого, чтобы постепенно прийти к тому. Да, когда вы уже к нему подойдете, у вас со спиной уже будет почти все написано. Осталось и все. Причем, опять по какому? Вы же научной работой занимаетесь. Научная работа это любовь. Это надо любить. Вот это. Еще вы будете противное вам, а вы будете это писать. Да пишите вы то, что вам нравится. И тему надо выбрать. Чтобы нравилось вам прежде всего. Это самое первое условие научной работы. Если вы взяли какую-то чушь собачью, и как вы будете с ней мучиться? Чтобы вам интересно было. А потом, ну, будет там трудности, но это надо их преодолеть будет в конце. И у вас тогда никаких провалов не будет, вот если так действовать. Из чего исходили? Что это движение от целого? У нас все время целое было. Название это целое. Поэтому я вас спрошу, вы что сейчас делаете? Вы почему не пишете дипломную работу свою? Что у меня? Как вы оправдаетесь? Ну, как вы сейчас оправдаетесь? Вот человек пишет, а вы что делаете? Не стыдно, что вы еще не пишете вам? Как это вы не пишете? Кто же за вас выберет? Уже есть тема, а тема это и есть целая. Человек же должен обдумывать это. Вот это пишу, я ее обдумываю, хожу, еду, автобусы, качается, а я обдумываю. Иду по улице, обдумываю. Кто сказал, что надо сидеть за столом и писать? Голова у меня, я думаю о ней. Сейчас вот вроде на меня смотрите, а сами думаете над своей темой. Нельзя ли приспособить то, о чем мы здесь говорим, к написанию вашего? Так? Вот. Вот это вот правильно. И тогда это будет само собой делиться. То есть надо, чтобы это было в соответствии с тем, что это равенство с собой и неравенство с собой. Равенство с собой, потому что эта тема, она никуда не исчезает, она только наполняется. Развертывание это называется. Развертывание. Раскрытие. А не замена. И не смена. Ничего тут не меняется. И не сменяется. А раскрывается, конкретизируется, наполняется. То есть совсем другое движение. Вот учение о сущности у Гегеля говорится. Абсолютное там. Развертывание происходит. Разворачивается. Раскрывается. Это же хорошо. Ну вот бутон розы и роз. Что там? Новые части появились? Появились. А это, это, это. Ничего подобного. Ну вот самое-то и красивое. Раз, раз, раз. Раз, раз это раскрывается. Или тюльпаны. Почему их любят люди? Они как живые. Они, они и есть живые. Они раскрываются. Они поднимаются. Да как? Так должна быть и ваша работа. А вы не пишите. Безобразие просто. Осудить я предлагаю. Давайте проголосуем. Вот мы сейчас двое, у нас большинство. Голосуем. Давайте. Две трети. Это значит вы либерал... Гниловый либерализм проявили. Не хотели. Не хотели осудить тех, кто не пишет диплом. А их ничем не проймешь. Только надо осуждением силой. А насилие было всегда повивальной бабкой их в истории. Насилие. Так ведь? Так нас учили. Революционное насилие. Ну а как без этого? Ну что за младенцев? Их слепают, чтобы они начали дышать. Не так? Они не вдохнут. И что? Дальше умрут? А у вас все... Вы же сейчас, ваш этот диплом-то в каком состоянии? Вот. Так. Ну вот, значит, теперь давайте приступать к названиям. Так что мы должны это оформить. Челосовский. Все вот это, о чем мы говорим. Так, у нас, значит, 17, 10, 18, 40, да? Равенство с собой называется в себе бытие. В себе бытие. В черточка, себе черточка, бытие. А неравенство с собой называется бытие для иного. Вот разные моменты. Бытие для иного. Вот тоже бытие черточка, для черточка иного. Это не три слова, а такой момент, так называется. Хорошо он называется. Я сейчас насчет второго. Я думаю, вам понятно, что если вы изменяетесь, то вы становитесь иной. Правильно? Но становясь иной, вы остаетесь же той, которые были. Поэтому это не получается, что вы иной, а вы лишь бытие для иного. Вы все время все лучше, все краше, все выше. Правильно? Бытие для иного. Бытие для иного. То есть вы представляете собой бытие для иного. Всякий студент, который развивается, развивается, в становлении, он что делает? Он развивается, он находится в движении бытия для иного. Вы что хотите стать? Вы специалист по рекламе и связи с общественностью. Вы специалисты, еще нет. Но вы стремитесь к этому, значит, вы вот в этом отношении двигаетесь постоянно. А если вы не двигаетесь, то вы остановились. Если вы остановились, вас отчислят. То есть вас не отчисляют, если двигаетесь. Потому что на каждом этапе, почему говорят, промежуточная аттестация. Такое название, сначала у меня это вызвало какое-то отрицание. Ну что это за промежуточная аттестация? Вот мы казалось бы, вот итог. Почему промежуточная, когда мы закончили сессию, первый курс, второй курс. Почему промежуточная? А потому что это все промежуточное. Надо, чтобы вы стали бакалавром. Так? То оно тоже промежуточное. Но мы эти стадии развития отмечаем. Это в этом движении бытие для иного. И вот это иное, это что? Бакалавр. Вы еще же не бакалавр, а вы только в себе бакалавр. То есть бакалавр становления. А надо, чтобы вы были бакалавром без всяких этих разговоров. А вот что касается в себе бытие, вот кажется, что это какой-то выдуманный такой термин. дикий. Но на самом деле вот люди великие, они стараются подобрать так, чтобы это не противоречило духу языка. Вот вы сейчас в себе или не в себе? Вы сейчас в себе или не в себе? А что значит в себе? А что значит в себе? Ну вы будете в конце концов отвечать или нет? Это что такое? Это я вышел из себя. Обратили внимание? Что такое вышел из себя? То есть я с вами разговаривал спокойно, аргументировал, потом значит думаю, что я это никак не понимаю. Ты как начал кричать? Это что такое? Вышел из себя. То есть не равен самому себе. Я же с вами спокойно всегда разговаривал, а тут вдруг начал кричать. Вы что, вы что выходите из себя? Можете так сказать. Ну что это за лектор выходит из себя? А это в методических целях только особо. Только в методических. Или вы приходите к секретарше, к директору какой-то. Там сидит секретарша. Мне нужно ля-ля-ля. Она говорит, подождите, я сейчас это, приведу себя. Что она говорит? Я приду в себя и тогда займусь вашим вопросом. Спрашивается, где она была до этого? Приду в себя. А в ком она была? Ну в ком? Представляете, она даже не в себе. Она была не в себе. Вы что, не в себе? То есть в русском языке вот такие. И в другом другом. То есть... Неравенство с собой. А если вы скажете, вот вы слушали, слушали, мне не по себе. Можно я выйду? Что значит не по себе? Опять. То есть неравенство с собой. Нехорошо себя чувствую, то есть чувствую, что это необычное что-то происходит. Не по себе. То есть я не равна саму себе. Пойду вот умоюсь или подышу, или пройду, полежу, если надо будет. Правильно? Человек полежит и придет. Куда придет он? Не в себе. А где был? Не в себе. Ну где он был? Ну где мог быть человек, чтобы потом прийти в себя? А где он был? Не в себе. А в чем? В ком? Как это понять? То есть вот если мы повнимательнее придержимся, присмотримся к языку, это логика тоже. То есть мы... Почему это логика? Потому что язык сохраняет в себе не то, что 20 раз повторилось, и не 200 раз, и не 2000 раз, а миллионы или миллиарды раз повторилось. Поэтому это вот, как говорится, нас с вами не было, а в языке это уже было. И поэтому надо это только увидеть в языке, а если мы это... А язык есть отражение чего? Нашей мысли. Поэтому в языке это закрепилось, и если мы на язык посмотрим, то мы там найдем многое из того, что можно вот как бы сокопаться в земле, находить, а можно в отражении. Как, например, водители смотрят, если им нужно узнать, что сзади? А ничего. Отковорачиваешь? Голову. Куда смотрят они? В бок. Вот вы если на машине едете, нет, вот человек, который не водитель, ему это непривычно. Там смотришь, он если будет смотреть, он совсем не туда повернется. Ну, а водители, они уже привыкли, они ясно понимают, куда. Или у них зеркало вот над ними висит. Он знает, что прямо сзади, смотришь, что там делается. Зачем я мог смотреть, поворачиваться и так далее. Вот. Так что, внимание к языку, это вот внимание к логике, оно нам дает некоторый выигрыш, очень большой. Что мы, изучая логику, мы как бы в дамке проходим, минуя вот эти большие-большие трудности. Вот этот отбор, отбор, человечество уже произвело в языке. Поэтому, если мы языком тут занимаемся, этой логикой, то мы вот это всеобщее, что есть во всем, мы это получаем, можно сказать, бесплатно. Только нам внимательно нужно присмотреться. Поэтому я остановился на этой вот категории, в себе бытия, потому что кажется, ну что это такая за категория. В себе, не по себе. то есть в себе бытие – это равенство с собой, а бытие для иного – это неравенство. Это характеристика чего? Целого или какой-то части? Целого. То есть целое характеризуется и как в себе бытие, одним моментом, и целое же характеризуется как бытие для иного. И вот единство бытия в себе и бытия для иного, вот это вот, вот нечто, которое берется как единство двух моментов в себе бытия и бытия для иного, называется изменяющимся нечто. Изменяющимся нечто. Вот это и есть изменяющееся нечто. А вы как понимали изменяющееся нечто? А что значит понимали? Потому что понять означает на диалектическом языке выразить в понятиях. То есть если пока еще не выражено в понятиях, то значит и не понято. Почему не понято? Потому что понять – это значит выразить в такой форме, чтобы можно было передать другому. А если я вот хочу вам передать и смотрю на вас очень напряженно, чтобы вы это поняли, а вы тоже на меня смотрите очень напряженно, в глазах у вас понимание такое глубокое, а в понятиях не выражено, то вы никому другому это передать не можете. А раз не можете, то я вам что-то передал в нечеловеческой форме. А раз нечеловеческой, а вот понимание – это восприятие в человеческой форме, то вы можете передать любому другому. Раз выразить в понятиях, поэтому можно эту мысль записать, что понять – значит выразить в понятиях. Не сумел выразить в понятиях – значит не понял. Сумел выразить в понятиях – правильно, значит понял. Когда мы в становлении, со становлением умея дело, у нас там было движение, какие были моменты возникновения и прихождения. Бытие переходящее в ничто – это прихождение, и ничто переходящее в бытие – это возникновение. Здесь нету этих вот, что здесь отрицательное, что положительное. В том, что вы сохраняетесь, наверное, много положительного, правильно? Плохо было, если бы вы вообще не сохранились. Вся изменилась, вся изменилась и пропала. И с другой стороны, если человек при этом только есть, только равен самому себе, это значит он не развивается, не меняется. Если он только равен, может он… Это хорошо, что он не умирает, но плохо то, что он вообще не развивается. Потому что если он не развивается, он… Считайте, что он умер уже. То есть если человек больше не развивается, он умер. Поэтому, почему говорят по-английски «I'm a student»? Что это хотят этим подчеркнуть? Этим хотят подчеркнуть не то, что он студент, а то, что она учится всю свою жизнь. Если человек учится всю свою жизнь, вы должны что в жизни делать? То, что умеете или то, что не умеете? И то, и то. Ну и то, и то. А если вы будете делать только то, что вы умеете, ваше развитие остановится. А дети что делают? Они только и делают, что делают то, что не умеют. Ну давайте вот мы… Вы наблюдали за малолетними детьми? Вот ребенок не может держать голову. И вот прямо эти родители и бабушки, и дедушки боятся, что сейчас у него голова куда-нибудь литит. И шея сломается. Очень следят внимательно, чтобы он не запрокинул их так, чтобы это к чему-то привело. Что к чему может привести? Ну… Повредится позвоночник. Это хорошо? Не хорошо. Кто видом? А он что пытается делать ребенок? Он пытается… Вот так вот он не откачается, как вот есть такие, знаете, в машинах собачки. Вот у них голова туда-сюда. Вот он так вот… И наконец-то на голова уже так не болтается. И уже нет такой проблемы. А дальше проблема, когда он лежит на спине. Знаете, есть такие жуки, когда их перевернешь, и они, значит, вот так, и не знают, что делать. А есть щелкунчики, у которых вот так они упрутся, вот там щелк, подлетают, перепрыгивают и становятся. Если с первого раза не получится, они еще раз, такая щелчок, перепрыгивают. Но дети так не делают. А у них щелкунчиков детей нет. Что они делают? Они начинают направо, налево. И вот он, как этот щелчок, что он собирается сделать? То, что не умеет. Он не умел держать голову, он ее держит. Он не умел перевернуться на живот. Он перевернулся. Он чем занимался? Он пытался перевернуться. Вы умеете писать выпускные работы? Нет. Значит, вы должны будете написать то, чего не умеете. А что вы должны делать? Дальше. Вот он перевернулся. И что он дальше делает? Он пытается двигаться. И что получается? Поскольку он ему так, так и так, а вот так толкается. Он начинает пятиться назад. Да? Но он пытается. И потом смотришь, он уже. Он пятится назад, но ему это не нравится. Потому что он хочет подтянуться до игрушки. А из этого у него получается, что он от нее отдаляется. Это ему не нравится. Он начинает бороться. И вот он уже двигается вперед. И уже бегло некоторые. Бегают, не заставивших их вставать на ноги. Потому что он так быстро бегает на коленках. Раз, 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 раз. А если он на этом остановится, ну это, сами понимаете, это не человек тогда. Поэтому уже начинают люди беспокоиться. Вдруг раз встал и пошел. Пошел, ба-а-а, с головой. Там паркет. А голова специально мягкая у детей. Если бы она была костяная, как у нас сейчас, я не знаю, что бы было. Ну так она упадет, грохот большой. Один, второй, третий раз. Смотришь, уже идет. И вообще чудом является. Вот он играет с кошкой, там, с собачкой. А не на уровне, на одном прям. Потом раз, он начинает говорить. А эти все уже остались далеко позади. А почему? А потому что он делает то, что не умеет все время. И вот встали люди взрослыми. Берем вас. Вы что будете делать? То, что не умеете, или то, что умеете? Я вас спросил, а вы и то, и то так. Это дипломатично. Вообще-то надо. Ну что вы будете делать то, что умеете? Ну зачем на это тратить время? Зачем тратить время на то, что не дает вам роста? Уж по крайней мере, сейчас, если вы попали в ситуацию обучения, то уж в это время надо делать то, что вы не умеете. Вот там, где вы будете работать, ну есть монотонная работа. Надо выполнять это. Вот делать какие-то нормы, они записаны, эти правила. Ну и то надо, понимаешь, слепо-то не надо правила это исполнять. У нас много всяких правил таких. Например, вот программу мы пишем, там написано. Компетенция, общекультурный, профессиональный. А если я компетентный человек, у меня не компетенции, а я просто компетентный. А компетентный означает человек, который разбирается в этом вопросе. Если я разбираюсь в этом вопросе, так я понимаю, что нет отдельных компетенций. А бывает человек либо разбирается вот в этой проблеме, в проблематике философской, либо не разбирается. Который разбирается, он не значит, что он все знает. Но он главное, общее, основное, он в этом разбирается, понимает. И поэтому он может и сам додуматься до каких-то конкретных вещей. А когда выдергивают отдельно, вот вам профессиональные компетенции, общекультурные компетенции. Мы, конечно, это можем написать. Не сильно на этом останавливаясь. Написать-то раз надо, написать кому-то надо. Нам не надо, студентам не надо, но кому-то надо, мы раз-раз написали. По принципу, надо подавить. Но зачем вот это делать, то, что вы умеете? Не тратьте время на то, что вы умеете. Но вы это все равно умеете. И теперь дальше. А что такое научный работник? А как дышать-то не умеет, это не надо дышать? Ну, да к вам учиться-то этого не надо. Поэтому думать-то надо не об этом. И вы и так будете дышать, не волнуйтесь. Что вы страдаете? И кровь у вас двигается независимо от того, собираете. Я даю указание своему сердцу, чтобы оно, значит, двигалось. Вам сердце, наоборот, вам покажет, что вы волнуетесь там или чем-то озабочены. Не беспокойтесь за него. Поэтому думать надо о том, чтобы вы делали все время то, что не умеете. Это в чем состоит развитие? В том, чтобы все время выходить за свой предел. В связи с этим я хочу вам рассказать еще про одну категорию, очень важную, которая называется пределом. Слово такое вы, конечно, слышали. В математике свое понятие предела. В философии понятие предела это что? Значит, вот представьте себе границу. Вот видите, вот папочка у меня лежит, да? Вот граница. Вот летит самолет. Пока он не подлетел к этой границе, эта граница для него предел? Сразу скажу, что граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Вы что нас с вами соединяет и разделяет, сказать? Может, вы скажете, что у нас соединяет и разделяет? Лекция моя разделяет нас и соединяет. Она разделяет нас, потому что вы слушатели, а я преподаватель. Но нас соединяет, потому что если вас нет, то я не преподаватель. Это чего я буду преподавать? Если вы пришли, а меня нет, то что вы слушать будете? Поэтому нас лекция и соединяет, и разделяет. Это наша граница. Границу я иногда вспоминаю, как некую узкую полоску, которая нас разделяет или соединяет. Это не узкая полоска. Лекция нас и соединяет, а это наша граница. Так вот, берем этот самолет. Пока он до этой границы не долетел, которая соединяет и разделяет эти две части, она для него не предел, правильно? Но он, как вы понимаете, не зависает над границей. Так у них нет норм полета, чтобы они долетели, тут зависли и ждали разрешения. Таких еще и нет самолетов. Так они и летят. Заранее заботятся, чтобы им дали разрешение, полет, коридор. И когда он перелетел через границу, эта граница ему предел? Нет. Вывод. Значит, пока не подлетел, пока не дошел до границы, она не предел. Когда границу перешел, она не предел. Когда? Предел. Когда граница является пределом? Значит, если не дошли до границы, она не предел. Перешли границу, не предел. Когда она предел? Когда он на границе находится. Когда он находится на границе. Но он никак находится, он стоит на ней? Самолет стоит, что ли, на этой границе? Когда он предел, этот момент преодолевает. Да, граница, которую переступает. Это вот правильная мысль. Так написано у Гегеля. Предел – это граница, которая переступает. Так, и вот вы, уважаемые студенты, студентки, вы собираетесь границы свои преодолевать, переступать? Я должен вас официально предупредить, что тот, кто не будет постоянно выходить за свой предел, это ограниченный человек. Вы что, хотите быть ограниченными людьми или безгранично развиваться? Давайте определимся. Если вы хотите быть ограниченными людьми, то вам, я думаю, и не нужно вообще эти лекции слушать. Зачем они вам нужны? А если вы хотите выходить за свой предел, то я надеюсь, что я в какой-то мере могу вам в этом содействовать. И другие преподаватели, естественно. Потому что что значит вы узнали новое? Вы вышли за предел тех знаний, которые у вас были. Вы все время выходите. Студенты есть. Вот как дети, они все время выходят, изучают, все время делают то, что не умеют. Так и студенты. Они что делают? Все время то, что не умеют. А вообще говоря, это качество желательно сохранить в нашей жизни. Потому что вот возьмите нашего брата, преподавателя. Вот я, профессор кафедры социальной философии, философии истории. За что мне платят зарплату? Ну, конечно, что я лекции должен читать. Но когда у нас начинают переизбирать на конкурсе, то как-то об этом меньше всего разговора. Как бы никого не интересует. Кому я читаю? Что я читаю? Ну, как бы считается, что это само собой. Читаю нормально. Это во-первых. Во-вторых, считается, что у нас, это особенность российской системы образования, что читать должны все люди, которые ведут научную работу. Если они ни в какой области не вышли на передний край науки, нечего их подпускать к студентам. Логично? То есть, если я книжки читаю, ну, это люди, которые книжки читают, это кто такие? Это эрудированные люди. Это многознающие эрудированные. Все знайки. Это знахари. Ну, кто угодно. Библиотекари. Это библиографы. Библиографы. Увидите, там вам рассказывают, где, в какой книжке, что написано. А что такое? А что к нам требуется? Мы должны вести научную работу. То есть, должна быть такая область, понятно, что не все области охватывает. Если мы берем отдельного, там, профессора или доцента, он не все же области охватывает. У него есть какая-то область, где он на переднем крае стоит. Тогда он может и вам передать вот эту способность выходить за свой предел. То есть, вот если я буду давать то, что уже было, они будут давать... Что такое новое? Что такое в науке новое? Это то, не зная, что это такое. То есть, никто не знает, как к этому прийти. То есть, каждый от нас требуется выхождение за свой предел. Потому что, если я буду давать только то, что я и раньше писал, то меня надо выгонять. Правильно? То есть, вот в этом смысле, скажем, те же самые профессора ближе к студентам, чем некоторые там доценты. Почему? Потому что они только и делают. Ну, почему они профессора? Потому что они все время выходили за свой предел и поднялись поэтому на определенную научную высоту. А некоторые товарищи говорят, ну, это, значит, это сложно, зачем читать Гегеля? Мне некогда читать, у меня много... Мне нужно писать научную работу. Но если ты хочешь писать научную работу, ты должен взять какие-то вершины, в том числе и взять такие работы, которые продвигают вас. Вот Гегель, если вы его изучаете, он вас продвинет вперед, поспособствует этому, или он вас затормозит? А если вы будете гениальные работы читать, это вам поспособствует в развитии, или будет тормозить? А если вы будете читать только серые работы, которые через 10 лет все выбросят, выбросят из всех библиотек. И, наверное, вы, если не видели, то увидите. А через 10 лет собирают, и все это вот, которые десятилетия... Останутся опять Сицерон, Аристотик, так, Эвклид, Маркс, Энгельс, Ленин. И раз-два и обчелся, а все остальное будет выкинуто. И новые опять появятся, вот этого года. Но когда они этого года появятся, потом они все уйдут. Поэтому постоянное выхождение за свой предел. Вот в этом уже состоит уже развитие. Вы должны возвышаться, да? А развитие – это не просто изменения, не просто перемены. Ну, а о развитии мы еще отдельно с вами поговорим. А сегодня у нас с нашей темой было что? Нашей темой было изменение. Ну, вот я думаю, что мы категорию изменений должны усвоить это единство в себе бытия и бытия для иного и применение к одному и тому же. Если вы изменяетесь, вы единство в себе бытия и бытия для иного. То есть вы теперь пойдете с сознанием того, что вы изменяетесь. И это одна сторона, и другая сторона, и то, и другое, и одновременно. А если это разделить, то это уже не изменение. Никак, кроме диалектических, и через два противоположных утверждения это выразить невозможно. Это вот движение. Потому что если вы там, скажем, как в математике, точки, там есть функции, есть, которые выражают, изображают движение. Но две соседние точки есть? На прямой. Соседние точки есть? Две на прямой. На числовой прямой. Нету. Между двумя соседними точками на прямой бесконечно много точек. Бесконечно много. Причем есть такое понятие в математике мощности. Что вот если между двумя множествами устанавливается взаимоднозначное соответствие, это одинаковая мощность. Если не устанавливается, то есть в одном больше точек, чем в другой, в другом множестве, это значит вот то, в котором больше точек, то более мощное. Так вот, как известно, в математике доказано, что отрезок 0,1 имеет ту же самую мощность, что вся числовая ось. То есть можно установить взаимнооднозначное соответствие между точками отрезка 0,1 и всей числовой ось. Так что вот такая вещь. То есть мы сегодня разобрали вопрос об изменении, социальной изменении. Может быть, мы в следующий раз подумаем, как это применяется в общественной жизни. Потому что сегодня мы не столько говорили об общественной жизни, сколько мы разбирали сами эти понятия. Как мы сделали с остановлением. Сначала мы разобрали, что такое остановление, а потом стали смотреть, а что это применение к действительности. Ну все на этом тогда. Спасибо. Желаю вам выходить. Что это у вас там за книжечка? А? Что это у вас там за книжечка? Это вот вышла книга у нас с Пучковым, называется «Диалектика. Ключ к истине». Она еще продается в буквоеде, ее можно заказать в Озоне, в издательстве Питер, где она вышла. Вышла тиражом. А? В библиотеке. В библиотеке ее нету пока. В издательстве Питер, и она скоро исчезнет, как всегда бывает. Потому что где-то бывает одна штучка, две штучки в магазине и так далее. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok